Куба рядом. В Москве продолжаются переговоры деловых кругов России и Острова Свобода. В заседании межправительственной комиссии по развитию двустороннего сотрудничества стран принял участие глава Чувашия. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Дни Острова Свободы в Москве продолжаются. Дружеские связи страны начали развивать еще в советские годы. Но только сейчас открылась первая национальная выставка Кубы в России. Расширять деловые контакты сюда прибыла и делегация республики. Попробовать Кубу на вкус. Остров Свободы славится и кофейными плантациями. Производители бодрящего напитка среди участников выставки. А это неповторимые запахи Кубы, духи. Парфюмеры тоже рассчитывают занять свои ниши на российском рынке. У нашей компании множество продуктов. Парфюмерия, косметика, крема для лица. Духи Острова Свободы – это букеты запаха фруктов, кубинского жасмина и дерева. Это необыкновенно. Нектары, стамаринда и гуаява для россиян тоже экзотика. Производители традиционных кубинских напитков пока только стремятся наладить деловые контакты и прямые поставки. Большим спросом в России пользуются специализированные медицинские препараты. Это помогает, когда у тебя есть диабет. И не случайно именно Нормандо Эскобар стал участником первой национальной выставки Кубы. В 70-е годы он закончил МГУ. И вот теперь, спустя 30 лет, снова приехал в Москву установить взаимовыгодные контакты. Я чувствую, как это моя старая родина. Россия и Кубы, друзья такие, как были. Ничего не изменило. Первую национальную выставку Кубы посетил и глава Чувашия. Между Чувашской республикой, Российской Федерацией и Республикой Куба на протяжении многих лет существуют тесные партнерские отношения. Мы активно взаимодействуем как в реальном секторе экономики, так и по многим другим направлениям гуманитарности. Страны развивают и совместные проекты. Так Россия готова помочь Кубе обновить энергосистему. Масштабные работы планируют начать в ближайшие годы. Выставка Латиноамериканской республики проходит накануне юбилейной даты. Первая национальная выставка посвящена 60-летию установлению дипломатических отношений между нашими странами. Россия – наш ключевой торговый партнер в Европе. Нам надо вместе работать над тем, чтобы увеличить кубинский экспорт товаров и услуг на российский рынок. Глава региона Михаил Игнатьев отметил, что и у предприятий Чувашии большой экспортный потенциал. Кубинский рынок для бизнеса республики открыт. Предприятия реально в секторе экономики Чувашии могут поставить около 110 тысяч наименований изделий для разных отраслей промышленности и экономики Куба. Это оборудование и запасные части для текстильной промышленности. Солнечные батареи для модернизации энергетического комплекса за счет альтернативных источников энергии. Промышленные тракторы и булдозеры способны работать в любых климатических условиях. Сверять часы по ключевым сферам сотрудничества намерены чаще. В ноябре запланирован ответный визит российской делегации на Кубу. Там пройдет международная гаванская ярмарка. В состав официальной делегации вошли и предприятия Чувашии. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы.